Дамы и господа, сэры и сырухи, добро пожаловать на канал Андрея Грини и в игру Project Zomboy. Это у нас 21 серия нашего похождения и давайте посмотрим на нашего альтер-эго. Между сериями я успел получить еще треть девятого уровня. Так, фермерство у нас еще не прокачано, но сейчас будем его прокачивать. От меня тут остались только кожа и кости, 70 килограммов, убил 2925 зомби, прожил 3 месяца, 2 дня и 1 час. Ну и собственно, что мы будем делать? У меня там поспел картофанчик, ребята. Пора идти собирать картошечку и прокачивать навык фермера. Первая книжечка у меня прочитана, так что можно смело собирать кустики. Там в принципе 2-3 куста и уровень. И тут какие-то баги непонятные происходят. Видите, у нас опять одной грядки, даже не одной грядки, 3, 4, 5, 6, 7, 8 грядок нету. Ночью не было вообще ни одной. Я не знаю, что происходит, как это работает, как это лечится. Итак, первый уровень у нас есть, ребят. Первый уровень фермерства у нас готов. Давайте посмотрим. Да, действительно, так и есть. Вот мы получили первый уровень. Еще 4 кустика и еще один уровень. Так, собака какая-то лает. У нас там кот некормленный. Вот это да. Миску я так найти не могу. Хотя я, в принципе, занимался еще разбором одного здания. Ну и, в принципе, в основном-то я сидел на базе и разбирал лут. Так, давайте мы выкинем картофанчик. И сейчас я пойду читать книжку второго уровня, чтобы не пролюбить весь опыт. Поели, попили, покурили. Теперь можно брать книжечку и начинать грызть гранит науки. Так, где у нас фермерство второго уровня? Мне надо ее сейчас прочитать максимально быстро, скорее всего, за один присест реально. Так что падаем и читаем. Долго ли, коротко ли, далеко ли, близко. Прочитал я книжечку. Так что можно идти собирать следующий картофан. Я, кстати, не знаю, сколько он может на грядке находиться без последствий для организма, как говорится. То есть, в принципе, через какое-то время, как я понимаю, он должен получить статус переростка или как. Я хрен его знает. С другой стороны, по-моему, там есть еще одна стадия, на которой у нас появляются саженцы. Но в случае с картофаном, в принципе, картошка и должна являться саженцем. Ну ладно. Короче говоря, я... Нормально. Обратите внимание, появились все кусты. Я говорю, это какой-то баг, глюк и так далее. У меня высвечиваются ошибки при загрузке. Точнее, одна ошибка. И я не могу понять, с чем она связана. Но, судя по всему, она реально связана с фермерством. Потому что только оно у меня тут люто глючит. Ну, в принципе, я думаю, что сейчас я получу еще два уровня фермерства и забью холодильники картофаном под самое неболусье. Именно так. Плюс два уровня и еще несколько кустов у нас осталось. Ну, эти кустики фиг бы ты с ним. Давайте мы их соберем. И надо будет посадить, наверное, все это дело заново, но уже с утречка, когда я отдохну. Потому что, вы видите, я, во-первых, перегружен картошкой. На мне там, я не знаю, картошки полтонны, наверное. Батька отдыхает. В общем, сейчас мы это все дело пока в холодильник. Даже, я, наверное, думаю, часть в морозилку запихнем, чтобы она вообще не портилась. А часть запихнем в холодильник. И, наверное, с утречка мы сделаем драники с вами. А еще мне надо сделать новую бочку для системы полива. Кстати, а вообще-то там же есть еще, по-моему, система полива. Или мне кажется. По-моему, там можно сделать трубы, чтобы они автоматически поливали эти грядки. Короче, надо будет внимательно посмотреть. И надо будет вспомнить фермерство. Я, честно говоря, вообще ничего не помню. Сейчас, кстати, с четвертым уровнем вроде как мне будет доступна какая-то статистика по посадкам. Будет немножечко повеселее работать с растениями. Буду хотя бы видеть, что с ними происходит. Но сейчас я, честно говоря, вижу, что со мной какая-то хрень происходит. Надо бы, наверное, отправляться на боковую. Уже ноль часов. Я уставший. Я сонный. Да, ребят, пожалуй, отправлюсь-ка я спать. Утро вечера мудренее. Единственное, что надо бургер вот этот испорченный сейчас занести вот сюда вот в компостер. Тоже не знаю, как бы компост мы будем как-то использовать, не будем. Но это все время покажет. И пишите в комментариях, чем бы нам стоило бы заняться. Я вот думаю насчет шахт. Насчет шахт и насчет системы добычи воды. Потому что все-таки без воды, наверное, будет проблематично существовать. Во, я, кстати, вспомнил, что еще надо проверить. Надо проверить наш геночек, как он себя чувствует. Сколько там топлива. О, еще достаточно. Более чем достаточно. И он у нас отремонтирован уже мной был. Вне серии. Так что пошел я действительно на боковую. Итак, друзья мои, пришла пора заниматься строительством. Нам нужен столярный верстак. А для того, чтобы его сделать, нам нужны различные инструменты. Типа рулетки, которую я нашел. Где она у нас тут имеется? Вот она. Забираем. Ну и до дома, до хаты. Погода такая, что, блин, собаку на улицу не выпустят. А у нас котик некормленный, да. Итак, значит, что мы будем делать? Мы будем делать столярный верстак. Но для начала нам надо будет сделать несколько прочных палок. Берем досочку и пилим ее на прочные палки. Вроде бы это все, что нам нужно было. Сейчас проверим. Так, нам нужен будет обычный верстак. Это все дело делается около него. Что нам не хватает? Нам не хватает досок. Ну, за досками мы можем подойти в сторонку, да. И нам понадобится еще аккумуляторная дрель. Она у меня, в принципе, имеется. Единственное, что ее надо будет, наверное, заправить. Более того, она даже у меня, в общем-то, в рюкзаке валяется. Потому что я ее достал из коробки в своей комнате. Я не знаю, что она там делала. Ну, я имею в виду в комнате на втором этаже. Не у себя здесь, в реале. Конечно же. Так, пойдем заправим. У нас есть там несколько аккумуляторных батарей. Там нужна либо средняя, либо большая. По-моему, большая аккумуляторная батарея ей нужна. Ну-ка, давай попробуем большая батарейка вставить батарею. Да, все прекрасно вставляется. Это значит то, что нужно. Но грустно то, что всего у нас две такие батарейки было. Короче, грусть, печаль, беда, разочарование. Куда мы будем девать средние и малые батарейки, я хрен его знает. Фонарики, что ли? А фонарики мне особо-то и не нужны. У меня кошачье зрение. Собираем столярный верстак. И это позволит нам делать разные новые приблуды из дерева. Соответственно, мы с вами выходим на новый уровень развития. Правда, что-то мне подсказывает, что мне не хватит некоторых инструментов. В частности, у меня нет кирки, к примеру, для добычи руды. И, соответственно, у нас будет затычка с металлом, скорее всего. Так, давайте выкидываем вот здесь вот столярный верстак. Места, конечно, не очень много, но других вариантов у меня особо пока нету. Других помещений просто нету. И следующее мы будем делать с вами шахту. А для нее мне понадобятся лестницы. А для лестницы нам понадобится деревянный брус. А деревянный брус, в свою очередь, делается из бревна на козлах. Поэтому нам надо будет сейчас отправляться в лес вот по такой вот страшной и ужасной погоде и добывать себе бревна. Не, ребят, я лучше пережду эту непогоду и почитаю книжечку. А за бревнами отправимся чуть позже. Человеческого топора у меня, походу, дела нету. Ну, точнее, есть один пожарный топор, но он уфакан. У него там 5%, по-моему, там на одно бревно его хватит. Поэтому придется нам отправляться в лес с походным топором. Мы поедем вот на этом джипаре, потому что не хочу я бревна таскать на своих двоих. Такое себе занятие. Зачем нам извращаться и мучиться, если можно сесть на джип, спокойно доехать, порубить, закинуть в багажник и, собственно говоря, притащить все это на базу. Все быстро и без каких-то, господи, потерь здоровья. Так, давайте мы сейчас где-нибудь здесь запаркуемся, вот так вот багажничком в сторону леса, чтобы можно было быстрее укладывать туда бревнышки. Ну и сносим пару-тройку деревьев. Я думаю, что нам хватит. Бревен 6, наверное, допустим. Одно есть и еще парочку надо. Блин, совершенно точно надо где-то искать бензопилу, потому что вот так вот это фонариш заготавливает лес. Нам сейчас надо буквально там 4-5 бревен, а в будущем нам их понадобится намного больше. Ничего, вот так вот топорастить постоянно? Не, это не вариант. Надо реально искать бензопилу. И, скорее всего, нам придется отправляться куда-нибудь в Малдро, по всей видимости, на склады, потому что в Роузвуде, похоже, складов-то нету. Я еще посмотрю вот этот магазин-супермаркет, конечно, ломану его и посмотрю, что там внутри находится. Но по факту, по факту, я смотрел карту, там нету складов никаких. И, соответственно, ту же кирку я даже не знаю, где в Роузвуде можно искать. Придется, видимо, возвращаться в Малдро к нашим, в наши родные пенаты, да? Ой, господи. Так, значит, вот у нас козлы. Можем сделать брус? Да, можем сделать брус. Значит, нам надо будет несколько единиц бруса. Я хочу сделать сразу две шахты. То есть нам надо будет сделать две лестницы и потом, соответственно, сделать две шахты. Для лесенки не хватает шести досок. Ну, окей, сейчас я сделаю пару лестниц, и мы вернемся с вами к записи. Это очень муторное занятие, то есть перетаскивать по досочке. Я думаю, что это надо вырезать все дело, иначе будет скучно смотреть. Ну и первая лестница у нас с вами готова. Давайте ее пока выкинем сюда, куда-нибудь на землю, пускай лежит. Нам надо сделать еще одну такую же лестницу. Соответственно, сделать брус, сделать лестницу, и потом мы сможем сделать шахту. Что там нужно? Нужен бур, толстая веревка, деревянный кол три штуки. Ну, буров у нас как грязи. Штук шесть, наверное. И самое большое количество у меня на самом деле не буров. У меня генераторов хреново туча. Вот тот квартал богатых домов там в каждом доме, в каждом, с исключением одного, по-моему, в гараже стоял генератор. Ну, видать, ребята богатые жили в тех домах, и каждый себе ставил генератор. Не хотели при свечах читать, если, мало ли, электричество отключат. Вот незадача. Электричество-то не отключили, но ребят зомби сожрали. Генератор не помог, но зато они помогут мне. Мне можно даже не ремонтировать их, бред. Можно просто менять. На каждый день недели по новому генератору. Так, что там? Деревянные колья мы сейчас с вами заготовим, потом надо будет метнуться за бурами, и самое главное, сделать толстые веревки из обычных веревок. Там, по-моему, три или четыре обычных веревки идет на одну толстую. Их есть у меня, они все лежат у нас там, на складе на улице. Так что сейчас все приволоку и сделаю шахту. Вот они у нас, обычные веревки. Вообще, мне казалось, что у меня где-то есть толстые веревки. Мне казалось, что я их делал, но я их не могу найти. Поэтому сделаем две новые толстые веревки на две шахты. И, соответственно, бур. Один из буров мы отсюда забираем. Мне их, по-моему, штук шесть, если не ошибаюсь. Так, один. Жалко, два не получается взять, к сожалению. Весит он 25 килограмм. Зажрался, блин. Не, ну о чем? Мне лично не хочется просто 10 раз бегать. Это вам хорошо. Щелк пальцами. Я уже прибежал и уже сделал шахту. А мне-то приходится по одной досочке таскать, по одному бур таскать. Короче, не очень удобно. Пойдем разместим эту шахту где-нибудь на улице. Я думаю, что вот там вот, за грузовиком, ближе к основному зданию тюряги. Где-нибудь вот здесь мы с вами поставим шахту. По-моему, нам понадобится две шахты. Одна обычная и одна улучшенная, если не ошибаюсь. Так, закрепляем ее сразу же. Кто-то скажет, что, наверное, может быть и зря я закрепил. И работать я в ней, к сожалению, никак не могу, потому что у меня нету кирки, как я уже сказал. И кирку я не знаю, где в этом городе искать. Где в Роузоводе искать кирку, можете написать мне в комментариях. Но, скорее всего, к моменту, когда я прочитаю эти комментарии, я уже найду их где-нибудь там в Вестпойнте. Или, я вообще не знаю, где-нибудь в жопе мира. Короче, берем второй бур и делаем еще одну шахту. Я ее расположу где-нибудь здесь же, рядышком, но закреплять пока не буду. Просто тупо выкину на землю. Вообще, кстати, механика зомбойда позволяет эту шахту разместить где-нибудь на втором этаже или на крыше. Да, это так работает, к сожалению. Не, ну а что, вы не видели никогда шахты на крыше дома? Это же, по-моему, нормально, да? Так, давайте пока уберем походный топорик. Он мне сейчас не понадобится. Надо вообще определиться с тем, что мы будем делать. По идее, мне надо упарываться сейчас в кузнечное дело, но для этого мне нужна кирка, мне много чего нужно. Потому что, скажем, водонапорку я сейчас упороться просто не могу, потому что у меня там нет элементарно металлических колец. То есть упрется все в них. А их можно сделать только при помощи кузнечного дела. Вот, я тут вызбранное добавил, что мне нужно, да? Просто свет в оконце. Значит, мне нужно будет сделать, ну, колодец, понятно. Но здесь нужен будет строительный раствор. Хрен знает, где его искать. Сделать деревянный чан я не могу, потому что у меня нет кольца. Плавильню я тоже не могу сделать, потому что у меня нету этого строительного раствора. Короче, нужен смолец будет. Нужно валить зомбарей. Вот, видите, что нужно для раствора. Серая глина, известняк, смолец и точильный камень. Точильный камень? Блин, короче, мне нужна будет в любом случае кирка для того, чтобы добыть известняк. То есть смолец я достану. Но для всего остального мне понадобится кирка. То есть мне надо искать долбанную кирку. Я не знаю, где мне ее искать, честно. Окей, ушки, давайте перекурим, и надо будет перекусить. Война войной, обед по расписанию. То есть по-любому надо подумать, чем нам сейчас заниматься. Я думаю, что все-таки ехать в город, чекать, продолжать чекать дома. Возможно вообще ехать куда-нибудь в Малдра, на склады. Заодно валить зомбарей, разделывать их мясницким ножом на кости смолец. Костя тоже, кстати, по-моему, можно куда-то будет приспособить. В общем, делов, да, делов не в проворот. И не знаешь, с какой стороны ко всему этому делу предподступиться. То есть одно тянет за собой другое. Нельзя вот взять там и что-то сделать одно просто так. Не, нифига. Надо сначала много чего подготовительного сделать. К примеру, разгрузить грузовик, если я на нем собираюсь куда-то ехать. В процессе разгрузки я вспомнил, что я забыл еще один шкаф поставить. Так, ну сюда я его поставить не могу, а вот сюда вполне себе. И в этот шкаф я, скорее всего, положу всякие развлекательные журналы. То есть у нас раньше был шкаф, в котором лежали и развлекательные журналы, и всякие учебники, которые там могли пригодиться. Но сейчас я понял, что этих учебников должно быть очень и очень много. Под них нужно дофигища места. И поэтому, наверное, нам надо будет отдельный склад, отдельный шкаф поставить именно под развлекалово. Ну, точнее, я его уже поставил по факту. Надо будет только сейчас перенести все это безобразие в тот шкаф. Вообще, вот такая вот сортировка, перетаскивание и прочее занимает очень много времени. То есть ты обычно два дня ты занимаешься, скажем, лутанием города, а потом день ты тратишь чисто на сортировку лута, который ты приволок. Блин, что мне с котофеем делать? Миски-то что-то как-то и не найти. И, значит, давайте-ка, давайте попробуем на себе краску для волос. Я хочу посмотреть вообще, что у меня за краска есть. Так, эта краска для волос вообще не юзабельная. Странно. Ладно, тогда полежи. Погоди, вот в этом ящичке давай полежи. Сейчас я покрашу себе бороду. Вот у нас есть темно-коричневая. Давай покрасим и посмотрим, что изменится, собственно. Как это все дело будет выглядеть. Хе-хе-хе, прикольно. Забавно. Я думал, будет хуже. Да, смотрите, у меня теперь такая рыжеватая какая-то. Какая-то борода. И черные волосы. Ну, что, нормально. Так, я не понял. А бутылочки не осталось? Она одноразовая, что ли? Да, по ходу дела она реально одноразовая. И, да, я нашел-таки еще одну пачку семян картофеля. Я дико лоханулся. Я собрал картошку до того, как она вышла вот в последнюю стадию свою. Точнее, в последнюю нормальную стадию. Там есть стадия плодоносного растения, когда она просто дает, допустим, клубни картофеля. Следующая стадия – это клубни картофеля плюс семена. И следующая стадия – это уже стадия, на котором растение умирает. Вот я на первой стадии собрал, то есть я получил больше картошки, а что толку? Дальше-то я сажать не могу. В этой игре дебильная система именно с картофаном связанная. Тут надо отдельно семена ждать. То есть нельзя почему-то взять картофель, прорастить его и посадить, как это в реале делается. Тут для всех растений одна и та же система. Хорошо это или плохо, я не знаю. Ну, вообще, конечно, это нереалистично, и, соответственно, мне это не сильно нравится. Так, в общем-то, и все, да? Больше у меня семян нету. Зато я теперь четвертого уровня и могу посмотреть уже более детальную информацию. Видите, у нас теперь по поливу 96%. То есть даже поливать, наверное, не надо. В идеале, конечно, до сотки надо поливать при первичном, скажем так, при первичной посадке. Но я думаю, что 96% хватит за глаза. Ну и теперь надо обязательно дождаться вот этой вот последней фазы, собрать энное количество семян, чтобы было что-то сажать дальше. И еще мне нужен, кстати, ножик для картошки, для чистки картошки, потому что без него я, к сожалению, не могу ничего приготовить из картофана. Либо противень надо где-то найти, там можно запеченную картошку делать. То есть, к сожалению, нельзя запечь, там, в жаровне или еще где-то. Надо обязательно определенную посуду. То есть у тебя есть картошка, у тебя есть различная посуда, но сделать ты с ними ничего не можешь. Вообще, меня, конечно, это улыбает очень сильно, когда ты в игре подыхаешь от голода из-за того, что у тебя нет какой-то части рецепта. Это, конечно, дичь полная. Ладно, ребят, я пошел отдыхать, и, наверное, с утреца мы куда-нибудь с вами отправимся. Скорее всего, это будет Малдра. Хотя, может быть, я пролутаю еще и Роузвуд. Там достаточно много еще зданий осталось. Супермаркет, надо попробовать лутануть. Не факт, что мы там найдем, конечно, кирку, но, может быть, что-нибудь полезное найдем. Так, остановись, пожалуйста. Давай мы тебя сейчас быстренько дозаправим до 100%, чтобы если я уеду куда-то, чтобы у тебя топливо не кончилось, у нас не испортились все продукты. Ну все, к бою готовы. Надо теперь отдохнуть и выдвигаться. И я, блин, выдвинулся по полной программе. Я зачистил полностью супермаркет, но, блин, вышел из игры, все замечательно. И ничего не записал. Да нет, на самом деле там ничего особенного не было, за исключением того, что я супермаркет чистил с двухстволкой. Ну, точнее, с помповиком и с обрезом. Или, в принципе, то, что вы хотели, да? То есть специально, в принципе, под запись, да? Потому что я предпочитаю посох, а тут решил пострелять. И, как назло, я говорю, ни черта не записалась. Поэтому мы сейчас с вами выдвигаемся в Малдра. Но в Малдра, не рассчитывайте, что я буду стрелять из дробовика. Там просто крах творится. Ну а в супермаркете, который сейчас вот у нас справа здесь будет, там была только еда. Ее, конечно, вагонище. Ну, как вагонище, на самом деле. Ну, килограмм 100, наверное, еды в общей сложности я нашел. То есть там всякие полуфабрикаты, рис, лапша, такая вот фигня. Ну, и немножко консервов и больше ничего. То есть кроме еды в супермаркете нету нифигашеньки. Естественно, никакой кирки и прочего инструмента там не было. Ладненько. Направляемся в Малдра. Посмотрим, что там с зомбарями стало. Потому что было их там дохренище, конечно. Проезжаем аккуратненько через эту пробку. Блин, что-то... Ай! Ну, да, едем в аккурат, да. Просто, блин, я сказал это слово. Я сказал это страшное слово. Ну, я надеюсь, что не будет проклятия аккурата. Короче говоря, по плану я хочу пробраться в самый дальний склад. То есть по этой шоссеечке. В мой любимый, да, который я спалил в прошлом трое. Вот. Я хочу пробраться в него, потому что в этом трое я в нем не был. Зачистить его и посмотреть, может быть, там есть кирка. На самом деле она там должна быть, потому что я ее там неоднократно находил. Ну, если что, там еще один склад рядышком. Ну, я смотрю, здесь уже зомбари, ребята. Здесь уже зомбари, и у нас могут быть некоторые проблемы и сложности с этим. Будем надеяться, что они хоть чуть-чуть рассосались. Их не настолько много, как их здесь было, когда я отсюда сваливаю. Ну, пока-пока, вроде бы, смотрите, вот здесь-то особо зомбари и нету. Ну, точнее, они есть, но их не особо много. То есть, хотя нет. Хе-хе-хе. По-моему, по-моему, я немножечко сглазил. Ой-ой-ой, да. Да, ребята. Вот, тусовки начинаются. Там, видимо, все-таки они за мной ломанулись в леса. Я же там пытался их за собой гонять. А здесь они, соответственно, никаких гринюков не слышали, не видели. И тусят себе спокойно посреди дороги. О-о-о-о, там, блин. В глубине вообще крах какой-то творится. Меня радует только одно то, что у меня есть все книжечки необходимые. Ну, за исключением шитья, конечно. Вот, но главное... Ой. Главная строительная книжечка есть. Это значит, что, в принципе, мы уже можем нормально развиваться. Даже если я кирку не найду, будем развиваться по какому-нибудь другому направлению. Но я все-таки надеюсь, что я из этого склада вывезу что-нибудь полезное. Если что, облутаю рядышком складик. Так, я понимаю, что вас, наверное, бомбанет от того, что я опять пошел лутаться. Но, ребят, это игра о луте, да? То есть о зачистке территории. Ну, невозможно без нужного инструмента выживать. Так, что-то здесь реально дофигища зомбарей. Давайте, наверное, сейчас будем где-нибудь здесь высаживать в отца. Ну, конечно, без того, чтобы врезаться в дерево, Грини, конечно же, не мог. Окей. И сейчас начнется рубилово с зомбарями. Ребят, сарямба. Мне все время говорят, что вот ты такой абуза-диктатор. Ты, блин, с имбопосохом. Ну, вот смотрите, как имбопосох. На самом деле, нифига он не имбовый. Да, он двоих бьет. Двоих он бьет. Но не более того. Поэтому на самом деле надо лупить, лупить и еще раз лупить. То есть времени на это уходит просто дофигища. И это учитывая то, что у меня нехило так прокачан, по-моему, шестой или седьмой уровень посоха. Если бы не было прокачки, то, соответственно, я бы вот еще бил бы этих зомбарей, на самом деле. И бегал бы тут кругами. Мне пишут, используй другое оружие. Но, ребят, ну зачем? Зачем? Ну, будет хорошо. Будет, я не знаю, из 30 минут 29 рубилово-зомбарей другим оружием. И в чем прикол? Никакого прикола, по-моему, нет. Короче говоря, наша задача сейчас здесь расчистить территорию. Сейчас у нас 14.00 игрового времени. Посмотрим, в каком моменту я смогу забраться во внутрь склада. Полтора часа игрового времени прошло. И я еще даже не смог приблизиться к дверям склада. Вот такой вот имбопосох у меня. То есть, видите, сколько зомбарей я уже успел завалить, но их здесь еще просто немерено. И надо бы пойти, наверное, отдохнуть в машину. Как видите, по стамине там все уже довольно грустно. И когда стамина падает ниже 90 где-то процентов, то, соответственно, сила удара сильно уменьшается. Давайте немножечко отсидимся. Вот, отлично восстановились. Теперь пойдем вот этих вот ребят добьем. И, по идее, я смогу наконец-то попасть во внутрь склада. Ребятушки, идите сюда. Блин, слава богу, появился вот этот вот усиленный посох, который делается при помощи кожаных лент. Он, во всяком случае, хотя бы не ломается с такой скоростью, как обычный. Потому что, хотя мне говорят, ты там с одним посохом зачищаешь милитари бейс, но, во-первых, не с одним, а с двумя. Вот, то есть мне посох пришлось таки менять. Полежите, отдохните, ребята. А, во-вторых, ребят, вот я занимался, когда реконструкцией, мы заготавливали дубьё. Это те же самые посохи. И я вам могу сказать, что дубья хорошего хватало на несколько лет. То есть это тысячи, если не десятки тысяч ударов, реально. Потому что на каждой тренировке ты с ним дерешься, на всяких выездах тренировочных тоже с ним дерешься. У меня до сих пор вот одно дубьё стоит в прихожей. То есть это когда оно было сделано? В 2005 году вырублено. Из рябины, по-моему, если не ошибаюсь. Поэтому то, что говорят здесь какие-то имбанутые посохи. Ребят, посмотрите, что такое посох на самом деле. Да, и что такое дубьё. И сколько оно живёт. Я вам могу сказать, что вот если мне дать в руки катану, допустим, я её сломаю очень быстро. Меч я испаганю очень быстро. Скорее всего. Вот. А с дубьём я буду годами. С одной дубиной я буду годами, на самом деле, драться. И самое главное, что в принципе, в принципе, отоварить трёх-четырёх тупорылых зомбарей, которые на тебя прут одним ударом, вообще как не вопрос. В принципе, можно двух-трёх человек отоварить одним ударом, у которых мозг работает. А у этих товарищей ни сринашеньки не работает. Поэтому ничего имбанутого в посохе нету. Так. Скорее наоборот. Он дико кастрирован в игре. И намного слабее, чем он есть в реальности. Так. Ну чё. Пробираемся вовнутрь. Давайте посмотрим. Сейчас выглянем. Вроде бы никого нету. Можно забираться... Блин, я очкую что-то, Славик. Прям вообще конкретно. Наверняка же здесь кто-нибудь есть. Ага, вон один. Одного вижу. Так. Вот он уже ко мне направился. Здравствуй, братюня. Здравствуй. Давай быстренько познакомишься ты с моим посохом. А вот со мной ты знакомиться не будешь. Тем более на вкус меня пробовать. И по-моему... Да, вот ещё второй здесь. Второй тоже отправляется в ад. Соответственно. Так. Окей. Значит, задача минимум на эту серию, на окончание этой серии, забаррикадироваться на этом складе. Хотя бы закрыть окна двери. И я здесь останусь, скорее всего, с ночёвкой. Даже, наверное, на пару дней. Потому что этот склад обычно разбирается несколько дней. То есть так вот быстро, с наскоку, не получится его разобрать. Надо будет переработать все эти ящики. Потому что часть ящиков надо разобрать, чтобы получить доступ к другим ящикам. Короче, делов здесь немерено. И ни на час, ни на два, и ни на один день. Ну, игровой, естественно. Да, что-то вы тут расплодились. Обычно наверху их вот здесь вот нету. А сейчас они тут везде тусят. Я не удивлюсь, если они ещё и на крыше отдыхают. Так, эти готовы. Чё, есть полезные? Нихренашеньки. Так, давайте... Ага, вот там вот ещё один, да? Братюнь, ты чё там втыкаешь? Он в окно втыкает, по ходу дела. На природу любуется, видать. А я так раз, и мозги ему вышиб. Нехорошо. Нехорошо. Злобный Грини. Ну что, ребят, в общем-то, зачистка прошла успешно. Сейчас давайте всё-таки поднимемся на крышу. Попробуем посмотреть, что там происходит. А, здесь никого нету. Иногда вот на этой лестничной клетке стоит кто-нибудь. И из-за механик-зомбойда, что ты до самого конца нихренашеньки не видишь. Ты поднимаешься наверх, и он на тебя сразу бросается. Вот это не очень весёлая тема. Всё. В общем, наша задача сейчас разобрать пару ящиков, получить, соответственно, доски и гвозди. Наверное, вот с этого начнём. И заколотить хотя бы те два окна, которые у нас есть, которые сейчас... Рядом с которыми зомбарь сейчас лежит. Остальные вроде бы двери, ну, за исключением тех, через которые я зашёл, целые. То есть и большие ангарные ворота целые, и дверь, которая там находится, тоже целая. Так что, по идее, отделаемся малой кровью. В общем, замуровываемся и начинаем чистить склад. Но это будет уже, скорее всего, в следующей серии. Будем искренне надеяться, что я найду в ближайшее время кирку. Потому что, если я найду, мы сразу начнём двигаться по гидрокрафту. Мне уже пишут в комментариях, да ты, блин, гидрокрафт ставишь только для того, чтобы у тебя был посох. Ты ж не используешь ничего другого. Ребята, как я могу использовать, если у меня не было строительства, а для большинства построек гидрокрафта, нужен седьмой-девятый уровень навыка. То есть, с пятым-шестым уровнем ты там ни хрена построить не можешь. Книжки у меня не было. Теперь у меня есть книжка, но теперь у меня нет кирки, и я, соответственно, не могу с металлами заморачиваться. Да что ж такое-то, алло. Марья Ивановна, ну какого чёрта вы припёрлись, а? Полежали бы, отдохнули бы, в конце концов. В общем, мы выходим, на самом деле, на финишную прямую строительство. Ну как, я имею в виду, мы подходим к черте, когда мы плотно будем заниматься, начинать заниматься строительством, обустройством нашей базы. Там уже и так довольно-таки аккуратненько и замечательно. Но будет ещё лучше. Если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, я все комментарии читаю. Так что можете писать что-нибудь осмысленное, а не типа комментарии для продвижения видео. Чё-нибудь такое умное? Пожалуйста. Короче говоря, с вами был Грини. Всего доброго, всем пока и отличного настроения. Я пошёл замуровываться. Ну и, конечно, писать вам новый контент. Субтитры сделал DimaTorzok